библия говорит алексей алексеевич ирина задает очень интересный вопрос я проживаю мусульманской стране мой муж мусульманин они называют бога аллах это просто по-арабски бог или это вообще что-то другое например когда я общаюсь с мужем и хочу порадоваться и прославить моего бога я прославляю и благодарю по-арабски и везде слова аллах мой вопрос вот в чем я в этот момент прославляю истинного бога моего бога аллах это господь очень хороший вопрос и он увлекает себе несколько таких гигантских тем которые важно понимать и помнить подходя к подобным проблемам значит самое первое нужно признать тот факт что есть понятие бог а есть слово которое связано с этим понять в русском языке у нас есть принципе одно только слово которым мы называем богом есть еще слова господь но это немножечко другой оттенок мы говорим бог и у нас но в принципе есть одно только слово вот почему мы говорим о языческих богах мы пишем боги с маленькой буквы когда это слово применяется каким-то другим если мы посмотрим на еврейский язык то еврейском языке есть несколько слов которыми называли бога и скорее всего наверно в арабском языке я не знаю арабского поэтому я затрудняюсь сказать если там какие-то оттенки или различия когда используют разные слова аллах или может быть есть какие-то другие слова которыми можно называть бога но 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 самое главное не в слове а в понятии то есть когда мы говорим о боге мы должны ясно понимать что существует только один бог не существует бога мусульманского или бога иудаистского или бога каких-то кришнаитов зороастрийцев и так далее есть только один бог творец вселенной когда мы говорим о боге которому мы молимся наша задача иметь правильное понимание кто он библия раскрывает нам бога и говорит нам о том что бог который является творцом неба и земли это три единый бог который одновременно является богом отцом богом сыном и богом духом святым это бог един своей природе но различающийся в трех разных ипостасях трех разных личностях понимание того что бог именно три единый бог очень важно неразрывно связано со спасением дело в том что если мы не признаем то что иисус христос это бог сын то тогда у нас нет шанса спастись а значит нет шансов иметь отношения с богом потому что мы видим что божественная троица планирует в вечности прошлого спасение мы видим что бог сын вторая личность божества становится богочеловеком и совершает искупление на голгофском кресте умирает его погребают и он воскрес когда мы видим что бог сын совершает акт спасения кроме того после того когда сын вознесся на небеса воскресший он поднимает человека прославленного он навеки соединился бог сын соединился с человеком и теперь прославленный человек поднимается на небеса и он дайте иду приготовить вам место то есть речь идет не только о прощении грехов а речь идет вообще о цели и смысла смысле всего существования этот человек соединенный с богом и это вечное сотрудничество человека с богом в вечности в новом иерусалиме то есть это вообще это вообще все неразрывно ты не можешь более того смотри когда христос возносится на небеса он посылает святого духа и дух святой теперь берет и применяет жертву христа который совершено две тысячи лет тому назад в каждой душе он когда-то ее применил к тебе конкретно и под воздействием святого духа ты во вверх твой разум просветился что ты понял что христос умер за тебя и во вторых ты доверил себя христу и соединился с ним и именно дух святой это делает кстати очень важная деталь почему потому что люди пытаются оторвать это действие они говорят вот это человек сам сначала решает а потом дух святой подключается не это невозможно так почему потому что сам процесс рождения свыше это рождение от духа именно так христос говорит если вы не родитесь от духа святого то есть вечер когда человек рождается от духа а это значит что он сразу соединяется со христом и это соединение мистическое то есть она выше нашего понимания это это то что происходит в духовной реальности но то что мы не до конца сознаем здесь на практике почему я все это подробно описывал полу что настоящий бог это вот этот бог который сотворил все который спасает человека имеет с ним отношения и когда мы молимся богу то мы молимся или мы должны молиться именно три единому потому что если мы молимся богу менее чем богу отцу сыну и духу святому значит мы молимся не тому богу который в действительности существует мы сделали бога в своем сознании и мы мы можем его называть как угодно но если ты не понимаешь под этим названием ты не понимаешь кто то ты сотрел себе кумира ты нарушаешь первую заповедь когда он говорит я слушай израиль господь бог твой господь един есть то есть он это единственный такой вот другого не бог это очень важно понимать вот для нее когда она молится опять таки если в арабском языке есть специальное слово которое привязано именно к три единому богу то тогда нужно использовать именно это слово но самое главное чтобы понятие было правильно чтобы она могла молиться именно богу отцу сыну и духу святому спасибо алексей лисеевич друзья дорогие если вы знаете что кому-то нужно это передачи и послушать нужно пожалуйста поделитесь пусть господь через эту программу принесет благословение в чей-то дом где сегодня есть проблема она сегодня все храни вас господь вы услышали